У крупнейшего агрохолдинга республики Юрма, новый руководитель. Какие проекты планируют реализовать инвесторы, сегодня обсуждали в Доме правительства. С новыми управленцами птицефабрики встретился глава региона. С приходом инвесторов агрохолдинг наращивает обороты. В бизнес-плане выход на зарубежные рынки. Уже в следующем году здесь намерены открыть цеха по глубокой переработке мяса птицы в полуфабрикаты и колбасы. Продукцию планируют поставлять и в Китай. Еще одна задача – расширять свою торговую сеть. Если магазин в центре, он должен быть ассортимент больше. И, значит, человек должен, значит, я сейчас в тапочках выбежу, там, грудку возьму, в духовку закину, и она там сам готова. Не надо ничего думать. В модернизацию холдинга вложено уже более 800 миллионов рублей. Но сначала была решена проблема долгов по заработной плате. Мы зашли в июле месяце, полностью начали управлять в середине, где-то 15 лет, потому что до этого это были такие управленческие решения, через забор. И вся эта социальная ответственность, которая на нас, она выполняется в полной мере. Среди приоритетов и создание новых рабочих мест. Более 100 человек были вакансии, особенно, как сказалось, в массовой работе, на убой птицы. Поскольку это достаточно тяжелый труд, как я всегда говорю, это труд для молодых и здоровых людей. Но, имея четкую позицию и выполняя эти требования, мы смогли уже практически закрыть тот дефицит. Глава региона отметил, что для работы в республике инвесторам создадут благоприятную среду. В числе первоочередных задач строительства завода по переработке птичьего помета. Чтобы вы чувствовали комфортно на территории нашей республики, чтобы органы власти и на уровне муниципального образования не мешали, никакие сдерживающие факторы не создавали. Все в работе практически. Да, все в работе. Проект завода по переработке птичьего помета уже проходит федеральную экспертизу. Строительство начнется в следующем году. Михаил Игнатьев отметил, что так инвесторы и органы власти решат экологическую проблему. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.